Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ СССР и службы внешней разведки Российской Федерации. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Здравствуйте. Сергей Олегович, а вы, как видите, в какое время между, давайте начнем с Вагнера и Кадыровцев, да, тем же батальоном Ахматом, пробежала эта черная кошка? Потому что помнится, когда только заявлял Пригожин о том, что будет Вагнера со своих бойцов выводить из Бахмута, а тут же шкадыровцы предложили свою помощь, на их позиции зайдут, и как бы какой-то консенсус просматривался. Так что же произошло между ними? И хотелось бы давать еще сразу Суровикин и Мизинцев. Какую роль в этом всем играют? Ну, в общем, это, скажем так, борьба пауков в одной банке между собой. И это мы все понимаем, да. Потому что просто Пригожин, на которого Путин ставил, как на человека, который должен был решать какие-то военные задачи там, где армия с этими задачами не справлялась, с этими задачами на первых порах справлялся. А потом стало понятно, что и у него имеются проблемы, и вообще Пригожин почувствовал, что в Российской Федерации есть отсутствие власти. То есть, грубо говоря, Путин ослабел, стал ста, и что освобождается скоро место на скале стаи. И молодой волк, сильный волк Пригожин решил занять место вожака стаи. И он начал заниматься политикой. С сентября прошлого года он занимается политикой. Но, тем не менее, у него оставалась еще компонента военная. И у Кадырова, кстати, Кадыровцы тоже где-то присутствовали на фронте, но они не присутствовали никогда на передовой. Потому что нужно понимать, что кадыровские люди входят в официальном плане, они входят в войска Росгвардии. Пригожинские, кстати, банды не входят никуда. И по этому поводу я вообще давно уже всем вам предлагаю забыть название ЧВК «Вагнер», потому что нет никакой ЧВК «Вагнер» в Российской Федерации, нет такого юридического лица. У Кадырова есть подразделение «Ахмад сил», которое входит в Росгвардию. И он поэтому получил звание даже генерала какого-то. Ну, правда, он сам один об этом рассказал, никто кроме него этого не подтвердил. Но, тем не менее, на это похоже. Пригожин – это просто частное лицо, у которого есть система своих предприятий. И при этих предприятиях, скорее всего, существуют какие-нибудь ЧОКы, частные охранные предприятия. И плюс есть лига ветеранов, воин каких-то, это общественная организация, зарегистрированная как общественная организация, через которую проводят всех этих пригожинцев. Никакой ЧВК «Вагнер» нет. Но у Пригожина есть президентские амбиции. Совершенно понятно, что он хочет быть президентом Российской Федерации. Он начал политику. И когда он начал политику, на него спустили. Его нельзя было… Сложные ситуации для Путина. Почему? Пригожин нападает на официальные лица. Если его снять, то есть если ему показать, что, в общем, он нарушает закон. И, кстати, чеченцы в этом смысле правы. В том смысле, что они повторяют то, что мы, эксперты, в частности я, уже говорим много месяцев. Они говорят то, что при Сталине, если бы Сталин был, то Пригожина расстреляли бы на второй день. На второй день расстреляли бы. Потому что то, что он говорит с фронта, это называется бунт на корабле. Во время войны за это расстреливают. И они правы абсолютно. Но Пригожину… У Путина сложное положение, потому что Пригожина нельзя убирать. Он выполняет какие-то задачи, пока он на фронте, кстати. У него банда с оружием. Как его убирать? То есть на него там надо две дивизии посылать, чтобы его арестовать, что ли? Так, значит, получается, вторая война с другой стороны начнется. И поэтому у Путина не остается ничего, кроме Кадырова. И Путин спустил на Пригожина Кадырова, как, так сказать, дебермана, который будет лаять на человека, который взорвался. Вот что сейчас происходит между Кадыровым и Пригожином. А, кстати, вот когда вы говорили, что когда Пригожин там говорил, там был консенсус, когда он стал говорить, что он будет выходить, а Кадыровце вместо него, никакого консенсуса там не было. Там было издевательство Пригожина над Кадыровым. Потому что говорит, ну вот мы выходим, ну вот там есть Кадыров, такой мощный мужик со своей гвардией. Давай, Рамзан, иди на наше место. И, кстати, я вот тогда делал итоги недели с генералом СВР на своем канале. И я тогда ему говорил уже, а что, Кадыров идиот, что ли? Если Пригожин бежит из этого места, Кадыров что, обрадуется этому делу и прибежит туда, где не хочет находиться Пригожин? И все, и Кадыров тут же ему ответил, что типа, Евгений, ты меня не разводи тут. И на самом деле Путин использует Кадырова именно в этом смысле, чтобы показать, что это у них там какие-то разборки между собой. Два бандита между собой разбираются. Кстати, разговор идет абсолютно бандитский. Типа, вот мы тебе стрелку назначили, приходи на стрелку, мы тут это, провилку устроим, рассочнем все это дело. Ну, то есть вот абсолютно братья Вайнеры, да, только просто у каждого из них миллиарды и у каждого из них десятки тысяч бойцов. Но Пригожин наступил на мозоль Кремлю, потому что он задал свои амбиции как человек политический, он ведет политическую абсолютно компанию. Но он стал настолько сильным человеком в этом плане, что его нельзя просто... Вот на самом деле Следственный комитет, Главная военная прокуратура, Генеральная прокуратура должны были возбудить несколько уголовных дел против Пригожин. На него куча дел, любых. ЧВК Вагнер – незаконная организация, не существует Российской Федерации. 359-я статья УК запрещает создание частных военных компаний. 7 лет за создание, 8 за участие. 15 уже у него есть. Убийство их наемников в прямом эфире, пожизненное заключение, группы лиц по сговору предварительному и так далее. То есть там на него... Он, кстати, у него Федеральное агентство новостей, его Медийная империя, не имеет права ни одной частной компании использовать слово «федеральный» в своем названии. Он использует. Это Федеральное агентство новостей должно было быть закрыто, немедленно закрыто, было Следственным комитетом и Генеральной прокуратуры, и Главной военной прокуратуры. Никто ничего не делает, потому что он стал слишком сильным человеком. И когда путинская власть, режим не может ничего легальными путями сделать, на него спустили Кадырова. Вот что сейчас с ними там происходит. Я как раз уточнение доделал по поводу Суровикина и Мизинцева, что объединяли же в одну, как бы, в один центр влияния. Суровикин, Мизинцев, Пригожин и, кстати, Кадыров. Там был, с другой стороны, было руководство Министерства обороны Шойгу, ну и Валерий Герасимов, наш генштаба. Вот сейчас как конфигурация меняется? Кто против кого и кто с кем сейчас? Если Кадыров против Пригожина, соответственно, остальная конфигурация как-то поменялась или нет? Ну, она и до этого была не совсем такой, как вы рассказали, потому что они не входили в одну группу, они не входили в одну башню Кремля, Кадыров и Пригожин. Они одинаково лаяли, но они входили в разные башни, потому что Кадыров, его войска входят в Росгвардию Золотова, и поэтому Кадыров – это, так сказать, условный человек Золотова. Золотов на него влияет, а Золотов – это тоже один из лучших друзей Путина, бывший его охранник, который стал влиятельным человеком. У него Росгвардия – это очень приличная силовая структура в Российской Федерации. За Пригожина, Пригожину удалось путем каких-то закулисных переговоров переманить себе несколько генералов. Вот две фамилии вы назвали, то есть бывший начальник тыла и, значит, Суровикин, заместитель начальника СВО, которые перешли, то есть, ну, я не знаю, уволились из армии, хотя нет, наверное, не уволились, потому что каким-то образом, то есть, по крайней мере, об этом не сообщалось, просто он переманил себе. И плюс у Пригожина, на самом деле, за счет его популизма, потому что Пригожин – это абсолютно русский Трамп, это вот человек, который живет в Твиттере, вот Трамп жил в Твиттере, а Пригожин живет в Ютьюбе, и на своих телеграм-каналах, и на своих медийных ресурсах. И, используя эти медийные ресурсы вместо государственных, его не показывают по государственным ресурсам, почти не показывают. О нем почти не говорят, или вообще не говорят, или говорят даже плохо на государственных ресурсах. Он использует собственные ресурсы для того, чтобы раскрутить свою собственную политическую партию, свое собственное политическое кредо. Вот сейчас он поехал с вояжем по России в нескольких городах с агитацией, то есть практически ведет предвыборную кампанию. Но за счет его 10-месячного медийного разговора напрямую с электоратом у него создалась система влияния, в том числе на армию. И к нему готовы переходить какие-то офицеры, солдаты и так далее. То есть на самом деле там все сложнее. Теперь уже это надо рассматривать не как военные кланы, а как политическую группировку, у которой своя повестка дня. Пригожин задает свою собственную повестку дня. То есть он хочет стать новым Путином. И, строго говоря, Пригожин претендует на позицию генерала Лебедя в свое время. Но Лебедя Ельцин сделал секретарем Совета Безопасности, а потом, когда он понял, что это слишком политически сильная фигура, Лебедя исчез. И вот то же самое я говорю про Пригожина. То есть либо его убьют до 2024 года, ну там упадет вертолет у него опять, машина взорвется, еще что-нибудь. Либо он претендует на то, чтобы быть следующим президентом Российской Федерации. И в этом проблема сейчас для Путина Пригожина. Вообще, возможно, если я не ошибаюсь, Конституцию не меняли, а у Пригожина судимость, это один, ну такой, юридический аспект. И другое, вот вы обозначили, как можно было бы убрать Пригожина, но даже это не обязательно делать физически, уже не говоря о том, что сейчас, когда он выходит со своими войсками, да, это откуда-то вдруг прилетело, и можно все списать на какой-то там, я не знаю, хаймор, суставно говоря. Да, какой смысл тогда в Пригожине? Да, какой смысл? Это один момент Пригожина. И второй момент, просто перекрыть финансирование. Ну не такой же, что он богатый, ну я имею в виду бизнесмен, да даже на бизнес его можно повлиять так, что просто прекращается финансирование. Да, у него остается вооружение, но уже никто, никакая компания не разворачивается без денег. Кто заинтересован тогда в нем, ну как бы против Путина, скажем так, получается? Антагонист. В нем заинтересованы сейчас очень много людей вокруг Путина, потому что кроме тех, кто напрямую зарабатывает на этой войне, кто вот троит там какие-то эти окопы, кто снабжает армию, они сейчас все воруют миллиарды на этих контрактах, в том числе Шойгу тот же самый, да. Путина сейчас ненавидят все остальные, потому что Путин завязал неправильную войну и вел войну неправильную. Поэтому одни критикуют его за то, что вообще не надо было начинать эту войну, а другие говорят о том, что если надо было начинать, то надо было начинать совсем по-другому и вести совсем по-другому. И можно даже сейчас вести совсем по-другому. Поэтому Пригожин на самом деле устраивает всех тех, кто устал от Путина, от старика, которому давно уже пора на пенсию. Вот там уже несколько лет на самом деле в Кремле говорилось о транзите. Вы слышали, наверное, историю о том, что Патрушев якобы хочет своего сына Дмитрия, министра сельского хозяйства, который, кстати, является действующим министром в кабинете министра Мишусина, поставить будущим каким-то преемником Путина. То есть там есть люди, которые не хотят больше, чтобы Путин оставался, а Путин не хочет уходить. И вот там идет у них внутри в Кремле, значит, это борьба между башнями. И Пригожин является одним из инструментов давления башен Кремля, разных башен Кремля, то есть, грубо говоря, спецслужбы, которые давили на Шойгу и Герасимова, то есть на армию. И Путина он в этом смысле устраивал, потому что Путин всегда любит устраивать какие-то склоки между собой людей вокруг него, чтобы его не затрагивали, чтобы он выступал как верховный орбитер. Но сейчас все поняли, что Путин перестает уже быть таким верховным арбитром, потому что он где-то витает в облаках, занимается какими-то своими делами, анекдоты рассказывает, стишки про Деда Мороза, про какого-то, про Господа Бога и так далее. И все поняли, что он уже в Австралии каком-то, а война реальная идет, ее Россия проигрывает, и дальше это все грозит в Российской Федерации сменой власти. Плюс уже есть партизаны, которые в Белгороде уже, российские партизаны. На всей территории Российской Федерации тоже там поезда сходят с рейса уже несколько месяцев. И все боятся, на самом деле, что Путин заведет это дело еще дальше, еще хуже. И пошла поэтому вот такая борьба внутри клана, потому что Путин, строго говоря, пересидел. Спасибо вам большое, Сергей. Ну, как говорится, гипотетические вопросы о Пригожинской России обсудим как-нибудь уже в другой раз. Спасибо вам большое, Сергей Олегович. До свидания. Напомню, Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ, СССР и службы внешней разведки Российской Федерации, был с нами на связи. Спасибо.